Еще год назад на этом месте в Плеханово было чистое поле. Сегодня здесь возведен новый дом. В первой очереди получат ключи 436 собственников. Через год застройщик ведет в эксплуатацию еще 6 высоток. Построить этот многоквартирники следующие в кратчайшие сроки поможет правительственный заем. Мы присутствуем на площадке в Тюменской области, где через инфраструктурные облигации реализуется проект. И 1 декабря уже первая очередь в этом проекте будет к умводу. Надо стремиться двигаться вот так вот активно, потому что если мы будем говорить про все инфраструктурное меню, то объем у нас там достаточно приличный. Только по одним инвестиционным бюджетным кредитам на сегодняшний день субъекты Уральского федерального округа заявились на 130 миллиардов. Район Плеханово с каждым годом становится все более привлекательным для тюменцев. 1 сентября 2023 здесь распахнет двери одна из самых крупных школ города. Объект долгожданный. Учебное заведение рассчитано на полторы тысячи школьников. Ведь с каждым годом их становится все больше. На 1 сентября в школы в целом в Тюменской области пойдет на 11 тысяч человек больше, чем это было в прошлом году. У нас во всех муниципалитетах обеспеченность школьными местами хорошая. Понимаем, что растет население, детское население в Тюмени и Тюменском районе. Начали строить в поселке Московский в Тюменском районе большой комплекс, где одновременно школа и детский сад. На полгода раньше вводится в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Антипина. Осталось получить лицензию и доделать последние штрихи. Рассчитано на 14 групп, а это больше 300 дошколят. Детский сад на Беловежской практически готов к открытию. На улице выстроились яркие безопасные мафы. Есть закрытая площадка для мини-футбола. Ну и главное удобство для родителей. Садик располагается в самом центре нового микрорайона. И чтобы дойти сюда, нужно потратить всего несколько минут. Это будет третий корпус 155 детского сада. Среди ноу-хау соляная комната. Здесь самые просторные группы, в каждой игровые зоны, в спальне и даже своя мини-кухня. Учреждение распахнет двери до конца этого года. Екатерина Кальченко, Александр Старожук, Сергей Жернаков, Тюменская служба новостей.